Всем привет! Неймс Чарвин, добро пожаловать на мой канал, где я выкладываю всякие музыкальные, окуломузыкальные штуки. И сегодня я расскажу вам про самый свежий инструмент в моем арсенале. Это Gile Hornet 727 Pro. Начну я с общего описания, что из себя представляет вообще Hornet 727. Далее будет аудио-демо, ссылка на него будет внизу в описании для тех, кому не интересен трёх. И далее я расскажу историю о том, как она вообще оказалась у меня. Я считаю, что непосредственно об этой гитаре стоит рассказать достаточно подробно, потому что когда перед покупкой я пытался найти в интернете хотя бы какую-нибудь информацию о Hornet, тем более о Hornet Pro, мне ничего так и не попалось. Я считаю, что это достаточно несправедливым и незаслуженным, потому что на самом деле гитара совершенно отличная. Итак, корпус, гриф махагани, гриф из одного куска, вклеенный, накладка Ebony. Перепроведать у меня задача не стояла, на глаз весьма похоже на правду, что очень приятно, потому что эстетически Ebony мне нравится намного больше, нежели палисандр в качестве дерева для накладки. Мензура 27 дюймов, 24 лада, лицензированный Floyd Rose, из электроники 2 AMG707, трехпозиционный тумблер, по громкости на каждый из датчиков и общий тон, а также закрытые колки от Grover. Инструмент совершенно огромных размеров, от пола до головы грифа 107 сантиметров. Весит, соответственно, тоже немало, что на самом деле мне очень нравится, потому что я люблю тяжелые гитары, когда их нельзя потерять в руках во время игры. Униформ-профиль грифа отлично подходит для моей манеры игры, точно так же, как и накладка с постоянным радиусом. Мне особенно нравится, когда я могу перемещаться по грифу в любую сторону, играть в любые позиции, и никакой разницы по ощущению у меня от этого не будет. Теперь о минусах. Считается, что лицензированный Floyd — это нечто нехорошее, ненадежное и так далее. Но за все те годы, которые я играл на гитарах, на которых ставил лицензированный китайский Floyd, никаких проблем у меня с ним не было. Все замечательно настраивается, ничего никуда не ломается, ничего никуда уходит. Единственное, что надо подкрутить здесь гайку будет, но на шалерах то же самое. Про единственным, сколько угодно, серьезным косяком, и это я говорю про эргономику, насколько можно говорить об эргономике с огромными стрелами, является гнездо джека, которое находится на нижнем крыле. Соответственно, шнур подключается под ногу. Кто, блин, в здравом уме додумался просверлить джек под прямым углом, еще и под ногой? На самом деле, логика в этом есть, потому что таким образом не надо просверливать деку настолько сильно, как, допустим, на джексе, как стоило, где гнездо джека расположено сверху. А, отдельный плюс — плашка на четырех винтах. Итак, настало время демо. Сразу предупрежу, что я очень капитально лоханулся с калибром струн и заказал себе на нее пачки девяток. Теперь я их использую, пока они не кончатся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Изначально передо мной стояла достаточно непростая задача. Купить семиструнку, желательно с мензурой 26+, и желательно с ладами феером, потому что, ну, почему нет? Но при этом уложиться в тысячу долларов. Вариантов было не так много. Несколько новых и старых Айбанес Юниверс, бэушные ЛТД СС Стивена Карпентера, игрушки из Айбанес Айрон Лейбл Сириес и невероятно красивые новенькие Джайл Пендалум. Из них в Москве были только Юниверс, ЛТД, ну, и ныне мой Хорнет, который я особо даже не рассматривал как вариант. Ну, в огромном сожалению, купить что-нибудь от Джайл официального дилера с доставкой в Россию невозможно. Они не хотят работать с нашей таможней. Поэтому Интерпит отвалился сразу. Ну, а Хорнет... Хорнет, вот он. Потому что он был в Москве уже. Гитара полтора года висела в московском филиале Гитарбанка, где-то там далеко за кейсами. На самом деле, изначально она меня совершенно не привлекала, потому что это... Стрела огромная, обычная достаточно, чёрная, с активной электроникой. Достаточно было поиграть на ней, чтобы понять, что это как раз то, что мне нужно на данный момент, и ничего больше искать в ближайшее время я даже и не хочу, и не буду. Звучно, удобно, злобненько. Два минуса. Крышка и кейс где-то в Японии. На данный момент Хорнет в подобной комплектации у официального дилера, новый, только со струнами сквозь корпус, стоит в районе 700 долларов без кейса. На мой взгляд, это цена совершенно нормальная как для новой, так и для БУ-гитары, особенно учитывая, сколько денег надо переплачивать только для того, чтобы её привезти со Штатов сюда. Что ж, пора закругляться. Подписывайтесь на мой канал для следующих видео, и в следующий раз я расскажу вам о своей новой игрушке от Slate Digital. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok